Дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые, приглашаем вас в наш детский радиотеатр. В эфире спектакль-детектив «Колобок идет по следу». Вслед с меня летет, вслед с меня летет, вслед с меня летет Колобок. Если вам уже больше шести, но еще нет четырнадцати, вас, ребята, к приемникам просим, мы на сорок минут подойти. Дорогой, уважаемый друг, подбери себе тембр и звук, но не делай его слишком громким, потому что соседи вокруг. Садитесь на стулья и на диваны, на чемоданы, на табуретки, милые детки, и на кроватки Маша, Катя, Вася, Петя, Билл. Конечно, прекрасно знаком с замечательнейшим Колобком, а сейчас ты узнаешь, что было с ним под гордым вышволочком. Дорогой, уважаемый друг, подбери себе тембр и звук, но не делай его слишком громким, потому что соседи вокруг. Садитесь на стулья и на диваны, на чемоданы, на табуретки, милые детки, и на кроватки Маша, Катя, Вася, Петя, Сью. Дорогой, уважаемый друг, подбери себе тембр и звук, и на кроватки Маша, Катя, Вася, Катя, Вася, Катя, Вася, Катя, Вася, Катя, Вася, Катя, Вася, Катя. Вы, конечно, не забыли, что это такое. Это неотложный пункт добрых дел. Здесь работает сам Колобок, гроза преступного и нарушительского мира. Рядом с ним эксперты Булочкин и Колбочкин, его эксперты. То и дело, звонит телефон, но Колбочкин не спешит к нему подходить. А чего спешить? Завтра мы всем нашим здоровым коллективам уходим на заслуженный отдых. На двадцать четыре дня. Да, а подойдешь к телефону, тебе и сообщат, что где-то ограбили банк или украли верблюда. О, и прощай, двадцать четыре дня отпуска. Будет двадцать четыре дня поиска. Если бы преступника задумали схватить. Дорого преступнику придется заплатить. Очень правильно, очень справедливо. Опять звонит телефон. И тут в комнате возникает Колобок. Он всегда неожиданно и тихо возникает в разных местах, будто его телепортировали сюда из другого конца света. Эх, Булочкин, люди нашей профессии должны гоняться за событиями, а не бегать от них. Вот вы сейчас не взяли трубку. А может быть, на том конце провода было ваше главное следственное счастье? Тоже мне счастье. Все время звонит какой-то тип. Спрашивает, Колобок ушутцы? Колобок еще не пришутцы? Ерунда какая-то. Эх, Колбочкина, если человек говорит ушутцы, пришутцы, значит он из Тверской области, а еще точнее из Вышнего Волочка. Понятно? Настоящий специалист по двум предложениям может многое узнать и понять. А понять, это значит разоблачить. Как правильно, как справедливо. И тут снова зазвонил телефон. Алло! Ой, пришутцы, пришутцы наш кругленький. Передаем трубочку. Сейчас будем разоблачать. Нам не надо разоблачать. Нам надо помогать. А что у вас случилось, Эбулочкин? А ну-ка включите громкую связь. У нас браконьеры и туристы природу губят. Так вы обратитесь в милицию? Эээ, уважаемая, какая там милиция? У нас один милиционер на сто квадратных километров. У нас на милиционера надо как на холодильник открытку посылать. А много вреда от туристов? Очень много. Они костры жгут, сети ставят. Динамитом рыбу глушат. Просто диверсанты. А где туристов больше всего? Да на Голубом озере. Все, заказ принят. Мы выезжаем. Встречайте нас завтра на вечерней заре около берега, товарищ военный пенсионер. Ой, а как вы догадались, что я военный пенсионер? Хе-хе-хе. Очень просто. У нас и природе больше всего пенсионеры заботятся. А про диверсантов только военные сейчас говорят. Правильно я рассуждаю? Так точно, товарищ Колобок. До встречи у озера. Колобок положил трубку и стал ходить по комнате из угла в угол. Булочкин, ты смотри, как шеф ходит. Ай, загляденье, как пава какая-нибудь. Бери выше, как вождь небольшой колониальной державы. Вождь ходил по комнате и одновременно отдавал распоряжение. Так-так, берем палатку, берем спички, берем надувные матрасы, берем радиопереговорные устройства и... Гранаты. Консервы, Булочкин. И выезжаем. Как я и говорила, вместо двадцати четырех дней отпуска, двадцать четыре дня поиска. Следствие ведет Колобок. Вышний Волочок славится своей историей. Славится своими каналами и своими озерами. Там всегда хорошая погода, как за границей. И зимой, и летом, и в дождь, и в снег, и в мороз, и в слякать, и в град, и в бурю. И все это привлекает большое количество туристов. И еще большее количество интуристов. Да, да. Потому что на озерах построено много гостиниц. Две. Много кафе. Три. И много кинотеатров. Один. Ну, но Голубое озеро особое, заповедное. Туда туристов не пускают. На их пути стоит грозное препятствие. Шлагбаум. Недавно какие-то хулиганы распилили его на дровах. Что вы говорите? Ну, не важно. В лесу стоит тишина. Вы слышите тихое пение. Это поют соловьи. Вы слышите плеск волн. Вы слышите шум листьев. Вы слыш... А что это вы слышите? Погодите. Пошли. Что это? Пение соловья заглушается совсем другой, совсем не тихой песней. Нет-нет-нет, нет-нет! Не было здесь танков! Съесть! Съезд. Съезд! Съезд! Наш, 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 сверху, чем не жало, на-на-на-на-на, на 15 баллов. Объезжало, светочка, объезжало, светочка, объезжало. Не знаю, как там сады и огороды, но я при звуках этой песни начинаю трепетать всерьёз. Давайте же познакомимся с исполнителями и подойдём поближе. А чего с нами знакомиться? Зачем к нам подходить? Ага, ну, а что у вас, ребята, в рюкзаках? Нет ли у вас там динамита и щетей? Это не твоё дело. И вообще, будешь много знать, скоро состаришься. Иди отсюда пока цел. Ребята, ну три, четыре... А то, как дадим по очкам. Ничего себе публика, как они разговаривают с автором. Ну, ничего, ничего, есть и на них управа, потому что... В следствие ведёт колобок! Между тем, гроза нарушителей и браконьеров приближался к месту действия в составе небольшой оперативной группы. Он сам, Булочкин, Колбочкина и военный пенсионер товарищ Картонкин. Колобок был одет на этот раз просто без всяких фасонов. Китайские кеды, набросу ногу, защитная плащ-палатка и большая зелёная шляпа. Булочкин был, как всегда, военизирован. Колбочкина была в спортивных брюках и в телогрейке, будто она оделась не на природу, а на овощную базу, к привычке. Судя по влажному запаху, озеро приближалось. На пути попался очередной шлагбаум. Его ещё не успели распилить на дрова. Более того, он был свежепокрашен, и на нём висел большой плакат, лозунг «Мы приветствуем участников рыбных соревнований». Интересно, кто этот лозунг написал «Мы приветствуем». А кто это «Мы»? «Мы приветствуем». Я знаю! Я знаю, кто это «Мы». А кто? «Мы» – это те, кто написал лозунг. Э-э-э-э, да это я и без тебя знаю. Но кто эти «Мы»? Рыбы, что ли? Шеф, а стоит ли ломать голову над этой странной одиночной загадкой? По-моему, да. Потому что эти одиночные загадки попадаются на каждом шагу. Вон, видите, ещё одна одиночная загадка. Все посмотрели в направлении, указанном колобком, и увидели лозунг «Выше знамя полей и лесов». «Вы когда-нибудь встречали знамя полей и лесов? Какого оно цвета? Какой оно формы? Треугольное? А может, квадратное? Нет, наверное, круглое. И что значит «выше»? На десять метров? На один метр? Или его надо приподнять сантиметров так, ну, на десять?» «А-а-а! Шеф! Я знаю. Надо взять среднее арифметическое». «Тут в разговор вмешался военный пенсионер товарищ Картонкин». «Тихо! Ползком вперёд! Шагом! Аш!» «Так, а почему ползком? То есть скользя, то есть двигаясь? По-пластунски. Почему?» «Мы можем спугнуть браконьеров. Они вооружены». «Ой, так мне кажется, лучше их сразу прямо испугнуть. А то ведь они нас этим оружием и перестрелять могут». Но спугивать никого не надо было. Впереди гремела музыка, раздавались песни, шёл рыбно-спортивный праздник. Играли вальс «Амурские волны», песня «У с утра сидит на озере весёлый рыболов» и, естественно, все песни композитора Рыбникова. «Все оставайтесь на местах. Эх, была не была, я, как самый смелый, иду на них первый». «Прошу ответить на вопрос, как следует мужчинам, какой вас ветер в лес принёс? Какой вас ветер в лес принёс?» «Каким причинам?» «И по чему горит у вас костёр такой дурацкий?» «Откуда здесь в лесу взялись пеники, бутылки, банки?» «Быть может, по лесу прошлись бульдозеры и танки?» «Быть может, всё буран кружил с усилием в десять баллов». «И кто всё это разрешил?» «Кто?» «Товарищ Объезжалов!» «Объезжалов! Объезжалов!» «Нет, нет, 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 не было здесь так, да!» «Съезд, съезд, 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 у нас рыбацкий!» «Съезд!» «Наш, наш, 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 сверх свечёт в лесу!» «Съезд!» «На-на-на-на, на пятнадцать баллов!» «Колобок запомнил эту фамилию и пошёл дальше!» «Он подошёл к группе Аккушников!» «Зачем?» «Зачем?» «Вам ружья!» «И сейчас!» «Сейчас!» «Сейчас!» «Охота под запретом!» «Она запрещена для вас!» «Она запрещена для вас!» «Для нас!» «Запрета нету!» «Нету!» «К тому ж!» «К тому ж!» «Не утки!» «Не утки!» «Наша цель!» «Вот так!» «Мы бьём леща и ганпа!» «Так что уматывает сель!» «Так что уматывает сель!» «Уматывает сель!» «Соломная шляпа!» «Ты шляпа!» «Шляпа!» «Ну так откуда же взялись?» «Быть может по лесу прошлись!» «ПУЛЮДОФЕРЫ и танки!» «Быть может ветер!» «Всё крушил!» «С напором десять баллов!» «И со всех разрешил кто?» «Товарищ объезжала!» «Голобок подходит милиционеру!» Ведь вы же милиционер, на вас видна уражка, Какой для всех других пример, ведь это видеть тяжко. Не ставить сети, отбирать, обязан участковый. Иди-ка, дядя, загорать! Что, что, что? Иди-ка, дядя, загорать! Куда это? Какой ты бестолковый! Бестолковый, бестолковый! Ну, откуда здесь делись пеньки, бутылки, банки? Быть может, по лесу прошлись кульдогеры и танки? Быть может, ветер все крушил с напором 10 баллов. И кто все это разрешил? Кто? Ну, кто все это разрешил? Кто же кто? Товарищ обещал! Обещал! Обещалов! Ура! Ура! Каласи! Сети! Каласи! Завосли! Сети! Каласи! Ничего себе! Некоторые на милиционеры открытки посылают, А у некоторых есть личные милиционеры-рыбаки. Да вы знаете, кто перед вами! Да это же сам Колобок! Да! Немедленно! Позовите вашего обещалова! Товарища обещалова! Тут в окошко плавучей гостиницы высунулся кучеряба-лысоватый товарищ лет сорока с хвостиком. Это кто там хочет поговорить с товарищем обещаловым? Мы хотим! Ха! Кто это мы? Из какой это мы организации? Мы из организации НПДД! О! Это что-то железнодорожное? Нет, нет, нет! Это, это неотложное доброе! Тогда вы, неотложно, подчеркиваю, неотложно, запишитесь ко мне на прием. И, может быть, подчеркиваю, может быть, я вас неотложно приму в первом месяце второго квартала. А теперь кругом и заповедной зоны шагом! Рыж! Колобок! Это оскорбление личности! Давай возьмем их штурмом! Нет, штурмом мы их не возьмем! Мы возьмем их военной хитростью! Нет, мы не будем брать их военной хитростью! Мы возьмем их народным гневом! Колобок! А где же мы возьмем народный гнев-то? Тут и народа-то нет! Тут одни браконьеры! А что? Браконьеры такие же люди, как и мы! Только плохие! Если мы с ними поговорим как следует, они нам помогут! Летучий отряд Колобка двинулся к стойбищу туристов-гитаристов! Там вовсю кипела жизнь! Горели костры, ставили палатки, варила с кашей... Колобок не стал терять времени даром! Он скочил на ближайший пенек и произнес... Друзья! Тамбовские волки тебе, друзья! Братья! Сибирские медведи тебе, братья! Верно! Тамбовские волки и сибирские медведи это мои товарищи! Вся природа, все звери мои товарищи! Да и ваши тоже! Они вас любят! Они на вас надеются! Они тянут к вам эти ручонки с просьбой защитить! Какие ручонки? У них же лапы! Правильно! Правильно говорит этот товарищ с топором! У них лапы, поэтому они тянут не ручонки, а лапчонки! И они говорят нам! Друзья! На нас надвигаются ваши новостройки, ваши дороги и фабрики! Ваши школы и детские сады, в которых учатся и отдыхают ваши дети! А где же учиться и отдыхать нашим детям? А где? Вон сколько у нас простора! Правильно! Правильно говорит этот товарищ с пилой! Правильно, но неверно! Никаких почти просторов не осталось! Так что завтра рыбы не будет! И вы вашим динамитом будете глушить не рыбу, а лесных комаров! Товарищи, родные стрелки и рыбаки! Хотите вы, чтоб лес рос на берегу реки? Хотите ли, чтоб сосны шумели в небесах? Хотите, чтобы утки барахтались в пустах? Лай! 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 Хотите, чтобы зяблик свистел и пел всю ночь? Тогда прошу вас срочно нам в ездиях помочь! Хотите, чтобы клёны шумели в небесах? Хотите, чтобы утки удахтались в пустах? Ла-лай! Ла-ла-ла-лай! Ла-ла-лай! Лай-лай-лай! Мне нужна карта местности. Карта местности у меня. Наши герои погрузились в изучение карты. При этом они обменивались какими-то совершенно непонятными словами, как то ландшафт или... Пересечённая местность. О, уж не говоря... Этот, этот, как... Горизон. Горизонт. Горизонт. Правильно я говорю? Правильно. Энтузиасты с веслами. Всё, решение созрело. Созрело. Нам необходима лодка и два энтузиаста с веслами. Будет небольшой заплывчик. Километров на десять. Ах! Шеф! А куда плыть-то? Озеро же круглое. Это озеро проточное. Сквозь него проходит речка Чёрная. Итак, товарищи туристы! Товарищи бывшие нарушители! Сейчас вот здесь вам объяснят план действий. Вот, товарищ Булочкин вам всё и объяснит. Пожалуйста, товарищ Булочкин! Ха-ха! Слушайте меня! Ночью два энтузиаста с веслами прикрываясь линией горизонта! Нет, нет! Вы только послушайте, что он говорит! На самом-то деле, эти энтузиасты, воспользовавшись плавсредствами, плывут по водному ландшафту! Не слушайте её! Что ты говоришь? Да ну тебя отстань! Товарищ Колобок! Товарищ Колобок, а можно по-простому, по-народному? Можно! Ночью двое желающих с веслами незаметно подплывают на лодке к концу сети и закрепляют сеть на корме. И начинают тихо грести к выходу из озера к чёрной речке. Так понятно? Так понятно! Понятно! Один самый закалённый в трудах и походах человек... Это я! Правильно! Это наш товарищ Картонкин! Он тихонько подкрадывается к причалу дома рыбака и отвязывает концы от берега! Ясно? Ясно! Так точно! Остальные энтузиасты берут длинные багры и шесты, встают вдоль берега чёрной речки, и когда дом рыбака поплывёт мимо, они будут изо всех сил... ...колотить пассажиров шестами по голове! Ни в коем случае! Они будут отталкивать плавучую гостиницу от берегов! Чтобы они, голубчики, скрылись в поворотах нашей матушки-тверцы, а потом затерялись в просторах нашей бабушки-волги! Ни в каких просторах матушек и бабушек они не скроются! Об этом я лично побеспокоюсь! Ой, ой! Гениальный! Ой, всё-таки этот наш Колобок! Не надо, Колбочкина, это лишнее! Будем скромнее! За дело! Следствие ведёт Колобок! И вот наступил вечер, а потом и долгожданная ночь. Товарищ Объезжалов объедал... Ау, вернее, товарищ Объезжалов отдыхал... Ау, опять не то. Ну, короче, вы понимаете. Товарищ Объезжалов отдыхал, а, естественно, и ужинал. Его покой охранял человек в милицейской фуражке. Если кто-то кое-где у нас порой... Давай, 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 давай... Давай, 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 давай... Я с детства мечтал стать начальником главка. Печать из резины, бумага и справка. Пятьсот подчинённых и свой кабинет. Машина, квартира и личный буфет. Машина, квартира, машина, квартира и личный буфет. Машина, квартира и личный буфет. Бог видит, я очень и очень старался. При виде начальства берёзкой сгибался. Когда что велели, бежал сорванцом. И шёл на забрания со светлым лицом. И шел на собрания, и шел на собрания Со светлым лицом Прошло тридцать лет, каковы результаты Друзья еле тянут концы до зарплаты А я самый главный начальник районов И нет на меня ни судьбы, ни закона И нет на меня, и нет на меня Ни судьбы, ни закона Давай, давай Давай, давай! Давай, давай! Назрет dog Назрет dog Товарищ Самоваров, как там на посту? Всё тихо? Всё тихо. Спите, наш дорогой руководитель. А что это я слышал? Вёсла поют. Это не вёсла поют. Это соловьи скрипят. А, это хорошо, когда соловьи скрипят. На заритые худеи, на заритые худеи. Что это, товарищ Самоваров, мне кажется, будто наш домик качается, а? Это не домик качается. Это озеро раскачивается. Рыбы в её много. Вот она и играет. Это хорошо, когда рыба играет. Но играется. На море ты его не будешь, на море ты его не будешь. А рыбацкий домик всё плыл по озеру кустью Чёрной речки. Колобок плыл в лодке с грибцами. Колобок, Колобок, мы устали. Сил уж не отгрести, Колобок. Эх вы, дайте вёсла мне. И Колобок, играя железными мышцами, повёл лодку сам. И вот лодка уже вышла на широкий простор реки Тверцы. А за ней выплыл и рыбацкий домик с сетью. В домике крепким сном по-прежнему спали два человека. Начальник товарищ Объезжалов и его верный помощник и сопроводитель. Товарищ Самоваров. Всё. Спасибо за помощь. Отвязывайтесь. Отдыхайте дальше, уважаемые туристы. Плывите обратно. А вы? А вы куда? А у меня ещё есть дела. Мне надо срочно позвонить по телефону одному приятелю. Мы с ним вместе учились на юридическом факультете. Неожиданно для всех Колобок вывалился за борт. И широкими грибками направился к широкому берегу широкой реки. Булочкин и Голобочкина последовали за ним. И вот, к удивлению заспанных телефонисток сельской телефонной станции, наши друзья вошли в помещение. Следствие ведёт Колобок. Девушки, дайте мне быстро торжок. Быстрее только. Что же вы медлите? Ишь, прямо как принцессы. С ними надо сначала просохнуть, а потом пококетничать, а потом конфеты подарить, а потом и торжок заказывать. Ну, просто, ой, безобразие. Неужели вы не видите перед вами сам Колобок? Алло, это торжок? Это торжок? Дайте водную милицию. Алло, это водная милиция? Дайте Матвиенко. Алло, это Матвиенко? Это Колобок говорит. Слушай, Матвиенко, как у тебя с планом по браконьерству? Не дотягиваешь? Десяти процентов не хватает? Вот что, высылай на реку, ребят. К тебе эти десять процентов сами плывут. С огромной сетью, понял? Ага. И передай им привет. От кого? От Колобка, разумеется. Ага. Ну что, Булочкин и Колбочкина, я вас поздравляю с окончанием... Эх, да что говорить с блестящим окончанием очередного трудного дела. Колобку, ура! Да чего там ура? Да об этом надо в газете написать. Вот что? Не надо в газете. Давайте лучше споем нашу следственную. Когда общественность слаба! Когда уже вессильно пресса! Тогда для нас трубит труба! Для нас, защитников прогресса! Тогда для нас трубит труба! Ведь колбочкины, булочкины, мудрый колобок, вам любовь распутают глубок. Вам любой-любой-любой-любой-любой-любой-любой-любой распутают глубок. И пусть преступники хитрят, пускай следы свои скрывают. Мы поймаем всех подряд! У нас ошибок не бывает. Мы поймаем всех подряд! Ведь колбочкины, булочкины, мудрый колобок, вам любовь распутают глубок. Вам любой-любой-любой-любой-любой-любой-любой-любой-любой-любой распутают глубок Эх, не зря вокруг цветут поля, не зря кругом играют дети Спокойно, русская земля! Есть колобок на белом свете Спокойно, русская земля! Эх, Колбочкин, Булочкин и мудрый колобок Вам любой распутают глубок Кала-кала-кала-кала-була-була-була-була-була-була-була-була-була-була-була-була-була-була-бок Итак, как всегда, успешно закончились очередные приключения Коломка и его друзей. В радиоспектакле принимали участие артисты Леонид Каневский, Зинаида Нарышкина, Авангард Леонтьев, Рогволд Суховерка, Николай Тамразов, Матвей Гонопольский, Арнольд Швецов, Валерий Панков, Яков Овчуков-Суворов. Автор сценария писатель Эдуард Успенский, композитор Григорий Гладков. Постановка Матвея Гонопольского, редактор Майя Крючкова, звукорежиссер Александр Волков, оператор Наталья Хабихожина. Дорогие ребята, мы будем рады, если вы напишите, понравился ли вам наш спектакль. Колобок и его друзья ждут ваших писем по адресу 113-326 Москва, радиостанция «Смена». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова